А в Казахстане выросла продажа алкоголя. Только за январь и февраль наши граждане купили на треть больше напитков с высоким градусом, чем за тот же период в прошлом году. Мы попытались выяснить, почему спиртное пользуется таким спросом. Жанна Рахимжанова. О пристрастии в цифрах. Спрос на алкоголь в Казахстане растет. Производители продукции отмечают небывалую прибыль. По данным Energy Prom, всего за два месяца с начала года продажа крепких спиртных внутри страны выросла сразу на треть. Практически такая же ситуация и со слабоалкогольной продукцией из виноградного сока. А вот абсолютный рекорд установил хмельной напиток. Его стали покупать на 40% чаще. Это грустная статистика. Это статистика о том, что хреново нашим казахстанцам, что так плохо, что для них алкоголь остается единственный способ справиться с тем, что там происходит. Ну, если более серьезно, возьмите тетушку Google. Статистика говорит о том, что почти 2,5 миллиона человек обращались за помощью к психиатрам, психотерапевтам. Ну, когда нас всего 18 миллионов, из них одну третью уберите, детишек. И что тогда получается? Но эти цифры далеко не окончательный показатель. Ведь помимо официального рынка в Казахстане существуют и так называемые серы. Причем, каковы его настоящие объемы, аналитики даже не берутся предполагать. По разным оценкам, контрафактная продукция охвачена до 50% всего рынка алкоголя. В прошлом году были проведены проверки по 13 заводам этилового спирта, а также по 84 оптовым реализаторам алкогольной продукции. По итогам проверок возбуждено 217 уголовных дел. Пресечена деятельность 47 подпольных цехов. Впрочем, такая востребованность среди населения вполне объяснима. Цены на алкогольную продукцию растут. Сейчас литр крепкого спиртного обходится казахстанцам в 2500 тенге. Это на 16% больше, чем годом ранее. Дороже всего за алкоголь платят жители Астаны. Парадоксально, но именно Акмолинская область при этом считается самым пьющим регионом страны. Продолжение следует...